Меня зовут Гадарь Дмитрий, я отвечаю за информационную безопасность в Тинькофф. Мы обсудили несколько вопросов, что такое Security Operation Center, какие компоненты у него есть, как вы обучаете персонал, как развиваете, вообще куда планируете двигаться. И, наверное, сделали определенные выводы, что важно не останавливаться, делать что-то, и что Security Operation Center это как ремонт в квартире, его нельзя закончить, его можно только в определенный момент остановить, но это не значит, что он будет закончен. И это постоянное развитие, и нужно двигаться, и оставаться в тренде кибератак, в тренде злоумышленников, видеть, что делают защитники, что делают другие на рынке. И важно пользоваться чужим опытом, не закрываться внутри себя и смотреть, использовать чужой опыт в том числе. Многие уже начинают говорить, что первая линия не нужна, все об этом говорят, но пока никто не сделал, да, то есть оно все равно в каком-то виде, там, сок без людей, он, конечно, невозможен. Люди нужны в Security Operation Center называть это первой линией. Ну, то есть я бы не делил функции между, там, жестко между первой и второй линией и перераспределял бы какую-то функциональность между ними. Ну, то есть у человека на первой линии не должно быть, ну, то есть как-то мы обсуждали, что должна быть четкая, там, инструкция, регламент. Если есть четкая инструкция или регламент, то она роботизируема, автоматизируема. А у человека, который занимается реагированием, все-таки было бы неплохо иметь какую-то чуйку и понимание, что вот сюда вот обязательно нужно посмотреть или вот здесь что-то пошло не так. И это важно, я думаю. Я не могу сказать, что мы выбились как-то из плана, мы двигались по своему плану и двигались по нему с некоторыми изменениями. Ну, просто надо понимать, что Тинькофф, он достаточно организация, которая не имела там офисов, и мы и так могли работать удаленно. Мы перешли удаленно, там, за пару дней. Мы просто поехали домой и продолжили свою работу так же, как из офиса. Ну, то есть, поэтому это, ну, повлияло на некоторые изменения и приоритизацию, может быть, мы там чуть больше отдали приоритеты реагированию на инциденты в удаленном доступе. Но я не могу сказать, что мы как-то кардинально поменяли именно с точки зрения развития Security Operation Center свою стратегию. Мы продолжили двигаться в этом направлении, достигли целей, точнее, мы перевыполнили существенные цели. И это очень здорово, что ребята развиваются в соке, делают один из самых крутых соков, наверное, в России, в моем мнении. Мы очень жестко приоритизируем свои работы, и я нахожу это очень важным, планировать свою стратегию и постоянно к ней возвращаться. Это рабочий инструмент и Security Operation Center, и других подразделений информационной безопасности. Это позволяет их между собой интегрировать и добиваться лучшего результата. Поэтому там есть стратегия, там, дальносрочная, есть краткосрочная стратегия. И стратегически это раз в квартал, как минимум, она апдейтится, и в нее вносятся изменения. Это очень важно. Если происходят на рынке какие-то изменения, то мы готовы к этим изменениям. У нас есть определенный задел, который позволяет подстроиться под меняющиеся условия. Поэтому, опять же, переходя к той же пандемии, для информационной безопасности, конечно, это был определенный стресс. Но я не могу сказать, что что-то там порушилось или что для нас это было... Ну, мы привыкли работать в условиях изменений, и для нас это часть работы. То есть мы готовы к тому, что появится новый вектор атаки. И нам нужно будет быстро перестраиваться, сделать новые средства защиты, перестроить планы реагирования, добавить новые плейбуки и так далее. Если это организации, которые переходят на удаленный доступ или перешли на него, я думаю, что большая часть 2020 года организации занимались именно IT-переходом на удаленную работу, то информационной безопасности я бы рекомендовал обратить внимание на поведенческий анализ пользователей, на контроль администраторов, на то, что происходит на удаленной рабочей станции, которая больше не находится, на самом деле, в периметре. И обращать внимание на то, чтобы безопасники знали, там, злоумышленник работает за этой рабочей станцией, под удаленным она управлением или сейчас пользователь что-то делает. Ну, то есть, может быть, какой-то behavior-анализ с точки зрения, там, может быть, внедрять какие-то ватермарки в экраны, чтобы видеть, если что-то сливается там в интернет. Ну, вот в какую-то защиту именно удаленного доступа, причем в комплексную, да, в том числе с подключением, там, security operation центра. Ну, вот пример приведу, ведь можно легко поставить на реагирование, с какого там адреса подключался сотрудник. Он там находился в Москве, для него стандартная локация, допустим, Москва и Питер. И тут он из Китая зашел, там, через, там, три часа, когда он находился в Москве. Ну, то есть, он технически не мог туда добраться, поэтому, скорее всего, это подозрения некоторые, на которые стоит отреагировать. Эктора угроз тоже поменяются, характер и атак. И все-таки хочется больше уходить в пользовательский behavior и понимать, что делает пользователь, нормально ли то, что он делает, отклоняется ли его поведение от предыдущего поведения. Может быть, вот в эту сторону было бы здорово посмотреть и строить от этого, в том числе, наверное, противодействие, там, внутреннему мошенничеству, можно развивать это в любых направлениях. Причем, делать синергию с тем же, там, IT-подразделением и с другими подразделениями, которые, например, это не задача информационной безопасности, но много организаций собрали статистические модели по тому, сколько человек работает в каких системах, сколько времени он проводит в VPN или в тех или иных, там. Это же можно использовать для поведенческого анализа и выстраивать понимание, там, злоумышленник это, пользователь или кто-то другой.